Пермская пловчиха Мария Баклакова выступит на чемпионате мира среди юниоров. Он пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 26 по 31 августа. Наша спортсменка заявлена на дистанциях 50, 100 и 200 метров вольным стилем. На хоккейном кубке Прикаме, что проходит в эти дни во дворце спорта Молот, состоялся второй игровой день. В первом матче Тюменский Рубин обыграл кастцинг Торпедо из Усть-Каменогорска 3-1 и сделал весомую заявку на итоговую победу в турнире. Он, напомним, проводится в один круг, каждый должен сыграть с каждым. Во второй встрече Молоту противостоял Южный Урал из Орска. Для того, чтобы поучаствовать в борьбе за трофеи, пермякам была необходима только победа. Однако добиться ее не удалось. Соперник понемногу превосходил нашу команду во всех компонентах и в итоге это вылилось в крупный счет 5-0. Прежде всего я играю в родных стенах, мы играем для болельщика. Что-то может не получаться, но за счет работы, за счет характера. Да, матч можно проиграть, но просто без воли. Просто без воли. Проиграли во всех оппонентах соперник. Во всех. Во взбрасываниях, в бросках, в силовых приемах. Во всех. То есть по крупицам это и сложилось в счет 0-5. На заключительный игровой день Кубка Прикамья также запланировано два матча. Южный Урал Рубин и Молот Касцинг Торпеда. После этого станет известен победитель турнира. О том, чем все закончилось, мы расскажем в выпусках новостей в пятницу. Полным ходом подготовка к сезону и у гонболистов пермских медведей. Они, напомним, провели два предсезонных сбора в родных стенах и в Португалии и переместились на третью точку в Запорожье. Там наша команда уже начала участие в предсезонном турнире. В первой игре пермики встретились с челябинским локомотивом и победили 31-22. Всего на турнире играют 8 команд. Две украинские и шесть российских. На первом этапе все разбиты на две подгруппы. Затем начнутся игры на выбывание. Если хоккеисты и гонболисты еще готовятся к новому чемпионату, то футбольный сезон в стране в самом разгаре. Играют все от мала до велика. В Перми завершил сезональный турнир Кубка РФС среди юношеских команд. Играли коллективы, составленные из игроков не старше 17 лет. На стадионе «Звезда» выясняли отношения молодежные команды шести профессиональных клубов Премьер-лиги и ФНЛ. Помимо Амкаровцев за победу боролись Урал из Екатеринбурга, Газовик, Оренбург, Столечный Локомотив, Тульский Арсенал и команда Уфа. Переход во взрослый футбол. Последний год учебы это тоже очень сложно. Потому что люди учатся по 6-7 уроков, плюс тренируются, играют. Это все, конечно, очень сложно. Поэтому в этом возрасте у них, особенно весной, очень большие физические, психологические нагрузки. Поэтому ждать от них сейчас блестящей какой-то игры очень сложно. Впрочем, соревнования получились довольно интересными. Первые два места давали путевку на финальный турнир Кубка РФС. То есть побороться было за что. С первых дней в лидеры выбились Амкар и Локомотив. В итоге в очном противостоянии сильнее оказался столичный коллектив. Он и занял первое место. Пермики стали вторыми и также отправятся на финал. Он состоится осенью в одном из южных регионов страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова